Как проходит строительство новых школ в муниципалитете, лично оценил глава Ленинского округа Станислав Каторов. Вместе со своими заместителями, сотрудниками Министерства строительства и транспорта и представителями застройщика. Рабочий визит начался со школы, расположенной в микрорайоне Южная Бица. Сроки у нас до ввода эксплуатации уже остаются минимальные, то есть всего лишь два месяца. Поэтому сейчас мы, в основном все наши выездные мероприятия связаны с соцобъектом, именно школ детских садов. Эти школы, которые мы будем вводить в этом году на 1 сентября. Здесь возводится самая большая на сегодняшний день школа в Ленинском городском округе. Уже в приближающемся учебном году она откроет свои двери для 1550 детей. Образовательное учреждение возводится в рамках государственной программы строительства объектов социальной инфраструктуры. Школа готова на 68,5%. В принципе, у нас сейчас ведутся работы внутри помещения, сборка ТХ, сборка пищеблока. У нас 19.07 запланировано первоитоговое завершение строительства. И, соответственно, у нас все идет по плану. Следующим объектом для визита стала школа в селе Ермолино, рассчитанная на 1100 учеников. Строительство началось в марте 2023 года. На данный момент в здании идут работы по отделке. Общий строй сделан на 70% в среднем. Завершены работы по монолиту, по отделочным работам. Мы сейчас приступаем уже к завершающей стадии. Приступаем к обоустройству. Завершены кровельные работы, как могли видеть. И фасад полностью здесь завершен. Школу на 1350 мест в рамках президентского нацпроекта образования и госпрограммы строительства объектов социальной инфраструктуры строят в жилом комплексе «Римский квартал» поселка Развилка. Началось строительство в августе 2021 года, когда в основании здания была заложена капсула времени. Комплексы посмотрели с учетом и коллег, и от Минстроя, и от Министерства транспорта по въездным путям, по, соответственно, организации дорожного движения, по тому, как будет у нас осуществленный переход детей из одного здания в другой. У нас эти школы строятся для конкретных районов. Поэтому здесь у нас будет такая шаговая доступность к школам. Образование по-прежнему считается одним из важнейших направлений, за развитием которого следит глава Ленинского округа. Оценивая качество работ на всех этапах строительства.